Грандиозные исторические эпохи тоже подвержены забвению. Целым пластом истории, скрытым от нас как блеском последующих династий, так и пренебрежительным отношением современников, является Парфянская империя. Очень показательно в этом отношении упоминание Парфян в самом масштабном историческом произведении древнего Ирана – «Книги царей» Шахнама Фердауси. Основанная на множестве источников, в первую очередь в доисламском трактате «Хвадай-Намаг», эпическое творение Фердауси воспроизводит то, как видели свою историю наследники древней иранской цивилизации. Мифические и реальные династии разбираются с поразительной дотошностью, но Парфянскому периоду уделены лишь 27 строк. Более 400 лет уместилось в краткое замечание автора об анархии и бесправии. Но насколько это соответствует действительности? Парфянская династия и поддерживавшие ее великие дома создали поразительно устойчивую государственную систему, на равных противостоящую Римской империи в эпоху ее наибольшего могущества. Многие из аристократических династий Парфии пережили и персидскую гегемонию сассанидов, и арабское завоевание, оказав влияние на ход истории уже мусульманского средневековья. Обобщенное название «Витязя» в иранском эпосе «Пахлаван» – напоминание о парфянском самоназвании «Пахлав». Львиная доля героического эпоса Ирана, равно как и сам образ идеального воителя, воплощенный добродетели, наследие парфянской эпохи. Парфянское влияние распространилось далеко за пределы их степной родины. Поковые ветви династии правящего дома Аршака пережили падение Парфянской империи в Армении и Кавказской Иберии, в Индии и горах Табаристана. И даже современная политическая доктрина Исламской Республики Иран отчасти следует тем геополитическим стратегиям, основы которых были заложены в парфянский период. Но путь к величию Парфии был долгим. Опираясь на последние открытия археологии и результаты анализов текстов, мы попробуем восстановить первые шаги парфян на пути к мировой сверхдержаве. Как отмечал один из римских историков, описывавших восточную историю, парфяне скорее действовали, чем говорили, и, следовательно, скрывали свои успехи и неудачи в молчании. Именно в этой образной формулировке кроется главная проблема – до нас практически не дошло письменных источников этой эпохи, большинство сведений принадлежит перу греко-римских авторов. Рассказанная ими версии парфянской истории противоречит друг другу почти во всем. Одна из них, сохранившаяся в текстах Марка Юниана Юстина и Амиана Марцелина, передает негативные отношения персидской аристократии к степным завоевателям. Для них парфянская династия – кочевые разбойники, завладевшая богатой сатрапией и оттуда начавшая свои завоевательные походы. Утраченное ныне произведение греческого историка Ариана Парфика воспроизводило парфянскую версию – пропаганду для иранских подданных империи. Согласно этой версии, основатель империи был родственником великого ахименицкого царя Артаксеркса, и новая династия лишь освободила Персию от македонских завоевателей. Видимо, существовала версия и для греческих подданных империи, позаимствовавшая из эллинистических романов немного драматизма. По ней основание империи представлялось лишь версии повествования о тираноборцах Гармодии и Аристогетоне в экзотических декорациях. В сочиненном для греков нравоучительном романе братья Аршак и Теридат восставали против сатрапа тирана, назначенного верховным царем селевкидов. Провозглашение нового государства ознаменовало победу свободных повстанцев над рабством. Но какая из этих версий отражает истинное положение событий? Путаницу вносит еще и географический фактор. Античные авторы достаточно плохо представляли себе географию Центральной Азии, путая Каспийское море с Меотидой, морем Азовским, и называя различные реки, впадавшие в Каспий Танаесом, Доном. Так, одна и та же река, Амударья, может называться то Оксом, то Танаесом, и это не должно нас смущать. Наконец, даже географическая карта того времени незаметно отличалась от современной, поскольку в период рождения Парфянской державы климат был гораздо более мягким и влажным, Аральское море было гораздо больше, а береговая линия Каспия имела иные очертания, нежели сегодня. Амударья, ныне почти полностью высохшая близ своего устья у Аральского моря, раньше впадала в Каспийское море через Саракамышское озеро. Там, где сейчас находятся Каракумские пески, простиралась плодородная долина с множеством рек. Ключевая для нашего повествования река Атрек, текущая ныне в узкой ленте из Нешапурских гор к Каспию и доходящая до моря лишь в Половодье, раньше была судоходной. Но главный двигатель нашей истории – пустыня. Пески Каракум с годами поглотили цветущие города, время уничтожило великие цивилизации оазисов, отыскать следы которых в постоянно меняющемся пустынном ландшафте невероятно трудно. Усилиями археологов удалось найти несколько ключевых поселений и большое количество уникальных артефактов, но многие древние города все еще не открыты. Поэтому, восстанавливая ранее парфянскую историю, приходится собирать изысканную мозаику с невероятно сложным узором, в который вплетены судьбы различных цивилизаций. Неудивительно, что при этом у разных исследователей порой получаются противоположные реконструкции событий. Само название «Парфянская держава» не вполне справедливо, ведь Парфия или Партава на древнеперсидском – одна из отдаленных провинций Ахименицкой империи. По одной из версий, Партава происходит от древнеперсидского слова, обозначающего край, угол, окраинная земля. Расположенная у отрогов Капедага и населенная смешанным кочевым и земледельческим иранским населением, Партава была тесно связана с горными племенами страны волков, по-персидски «варканы» или «геркании» на греческий лад. Но родина правящей династии будущей Парфянской империи находилась далеко от этих провинций. В Парфии они были чужаками-пришельцами. В VI веке до н.э., когда Кир Великий создавал глобальную Ахименицкую империю на Ближнем Востоке и Партава вошла в состав Персидской империи, в полутора тысячах километрах к северу кочевые племена Дахов заняли Южное Приуралье. Обширные территории современной Челябинской и Оренбургской областей, равно как и Башкортостана, в эту эпоху были практически безлюдными. Дахи были родственниками другому скифскому племени – массагетам, но при этом уступали знаменитым южным соседям в богатстве и многочисленности. Постепенно климат менялся, и Дахи вынуждены были отправляться на поиски зимних кочевик югу, к берегам Амударьи, а летом вновь откочевывать в далекие степи Урала, лежавшая вне досягаемости грозных степных противников. Именно во время своих долгих откочевок Дахи попадают в сферу влияния Персидской империи. Ахименицкий царь Ксеркс, известный благодаря своей западной политике, в знаменитой антидевовской надписи прославляет Ахурамазду и свои военные победы, и среди бесчисленных народов и стран, подчинившихся персидскому царю, упоминаются и Дахи. О встрече говорят также многочисленные находки из Персеполя, подтверждающие, что там, в резиденции царей, располагался небольшой гарнизон выходцев из Приоральской степи. Значит ли это, что в одном из завоевательных походов в степь Ксеркс разгромил кочевников и распространил власть персидского оружия далеко на север? Вовсе нет. Огромная степная граница Ахименицкой империи протянулась на тысячу с лишним километров от гор Памира до берегов Каспийского моря. Даже почти неограниченные ресурсы глобальной империи не позволяли установить жесткий контроль над столь огромной территорией, поэтому восточные сатрапы вынуждены были прибегнуть к иной тактике. Более того, наученная горьким опытом Кира Великого, погибшего в боях с массагетами, Ахименицы прекрасно понимали сложность войны в открытых степях. Поэтому уговорами и подарками, брачными союзами и угрозами они превращали кочевников в союзников, умело лавируя между враждующими степными племенами. В сочетании с неприступными крепостями в ключевых стратегических точках эта тактика обезопасила восточное крыло империи и создала прочную политическую модель. Кроме того, кочевники были заинтересованы в этом союзе не менее оседлых иранцев. В больших городах Согда, Хорезма, Несаии производилось дорогое оружие, украшения и орудия труда. В период правления Ксеркса, если не раньше, начинает работать сложная система взаимоотношений городов и кочевников, когда за городскими стенами возникают постоянные кочевья выходцев из степи, защищающих земледельцев в случае опасности и постоянно торгующих соседлым населением. Некоторые свидетельства взаимовыгодных союзов встречаются очень далеко от персидских рубежей. В окрестностях Орска в Оренбургской области в кургане, принадлежавшем воину Даху, найден сосуд алабастер и золотые браслеты, несомненно персидского происхождения. На сосуде сохранилась надпись египетскими иероглифами «Артаксеркс, великий фараон». Как этот драгоценный сосуд с египетской иероглифической надписью мог попасть в Уральскую степь? Правление Артаксеркса, названного в греческой традиции «макрохейр» – «длиннорукий», вначале ознаменовалось серьезным кризисом, сотрясавшим всю империю. Все еще длилась греко-персидская война. На западе Египта, охранявшая долину Нила от кочевников Сахары, восстали ливийские наемники под предводительством Инахрау или Инару, который провозгласил себя сыном свергнутого фараона. Восстание поддержал правитель Саиса Амиртей, обратившийся за помощью к заклятым врагам персов – Афинскому морскому союзу. Упустить шанс отторгнуть от Персидской империи одной из богатейших провинций афиняне не могли, послав флотов 200 судов под командованием Харитимида к берегам Нила. Для персов ситуация складывалась катастрофическая. Лишенный возможности маневрирования царский флот был сожжен вдаль Тенила. Высадившийся афинский десант вместе с ливийцами осадил персидский гарнизон в Мемфисе. Осада затянулась на год. На помощь осажденным выступил сатрап Сирии, и для усиления его войск царь воспользовался услугами наемников Дахов. Из бескрайних просторов степи потянулись отряды наемников. Неожиданно атаковав повстанцев, персы сняли осаду с Мемфиса и разгромили афинян. Остатки их армии укрылись на острове в дельте Нила. Желая разобраться с ними побыстрее, нежели подоспеет финикийский флот, персидский полководец Мегабис отвел воду из Нила по каналам в другое русло, и армия сатрапов вместе с Дахами разбила оставшихся афинян. Египет был возвращен под власть царя царей. Наглядное подтверждение кровопролитных сражений в Египте найдено археологами. Скифские наконечники, столь распространенные в Центральной Азии, находят у белых стен Мемфиса. Часть Дахов предпочла остаться в персидских гарнизонах в Египте. Они упоминаются в документах канцелярии сатрапа, но основная часть предпочла вернуться в родные степи. Браслеты — известная персидская воинская награда, представленная, например, на барельефах Персеполя. Воины Новокумакского могильника отличились в бою и были награждены. Так Дахи впервые попали в водоворот событий глобальный мир системы античного мира. Давление степных соседей и постепенное изменение климата вынуждали Дахов откачевывать все южнее и попадать в сферу влияния цивилизации древнего Хорезма, в низовьях Амударьи. Плодородная долина реки стала колыбелью уникальной цивилизации, появившейся еще в Бронзовом веке. Подобно великим цивилизациям Египта и Междуречия, само выживание земледельцев в долине Амударьи зависело от сложных ирригационных проектов. Накануне персидского завоевания в Хорезме возникают хорошо укрепленные города, служившие резиденцией местных царей и вместе с этим культовыми центрами Хорезма. Одним из божеств покровителей царского культа и одновременно с этим божества умирающей и воскресающей жизни был Сьяваршан, персонаж зороастрийской мифологии. Сьяваршан или новый персидский лад Сьявуш – праведник царской крови, вынужденный бежать в степь и погибающий в далеком Туране. Именно к нему на протяжении веков возводили свою генеалогию цари Хорезма и, видимо, в местной форме зороастризма Сьявуш играл ключевую роль. К последнему веку ахименистской эпохи Хорезм вышел из сферы влияния Ирана. Масштабный дворец сатрапов, например, так и не был завершен. При этом молодому государству досталась в наследство разветвленная сеть каналов, многочисленные укрепленные города и поистине потрясающие архитектурные и инженерные сооружения. Начинается первый золотой век Хорезма. Одно из самых загадочных и известных сооружений этой эпохи находится в современном Каракалпакстане на западе Узбекистана. Это Койкрылган-Кала. В центре круглого укрепления располагалось здание высотой в 10 метров. Свет попадал в сводчатые залы через искусственно рассчитанные световые колодцы. Но что это за здание? Совершенно точно это не дворец и не крепость. Согласно одной версии, это был храм-усыпальница, поскольку с западной стороны располагались асуарии, хранилища праха. Кроме того, было высказано предположение, что это обсерватория, использовавшаяся жрецами заупокольного культа для наблюдений за звездами. Центральный зал – место поклонения фраваши, духу правителя, вероятно основателя новой династии. Жители Хорезма были последователями особого направления зарастризма, очень тесно связанного со степными религиями. Именно здесь можно увидеть все своеобразие этого культа. Личность умершего царя становится божественной фигурой, вокруг которой организуется весь обитаемый мир, важная черта, которая затем проявится и в парфянской традиции. Чтобы обезопасить свои рубежи, владоки Хорезма стали приглашать к себе на службу выходцев из степи, в первую очередь Дахов. Другая ветвь Дахов откочевала вверх по Амударье и оказалась в Сагдиане, все еще подвластной царю царей. Мы встречаем конницу этого племенного союза в ключевых сражениях Дария Третьего с Александром. Именно Дахи оказывают наиболее ожесточенное сопротивление Александру Македонскому в Центральной Азии. К ним обращаются за помощью сагдийцы. Созданный усилиями персидских сатрапов порядок в Центральной Азии упорно сопротивлялся иноземному завоеванию. После смерти Александра на руинах его империи родилось государство селивкидов. Новая империя, раскинувшаяся от Мараканды до Малой Азии, принесла в Центральную Азию новые реалии. О сложной системе договоров и союзов не могло быть и речи. Селивкидские наместники предпочли установить жесткий контроль на степной границей, усилив многочисленные древние укрепления и раскинув сеть военных колоний вдоль северных рубежей. Именно в жесткости этой системы, охватившей Азии со Центральной Азией стальным кольцом, заключалась ее главная слабость. Наместникам постоянно приходилось прилагать усилия, чтобы огнем и мечом поддерживать порядок в окрестных степях. Долго так продолжаться не могло. В долины к югу от Копи-Дага направились греческие колонисты и военные поселенцы. Вероятно, эллины не отваживали забираться вглубь герканских гор. Отношения с горцами и кочевыми народами были напряженными. Древняя столица Портава была перестроена селевкидскими наместниками. Главным городом всего северо-востока стал Гекатомпил или Ставратный, руины которого недавно были обнаружены иранскими археологами близ города Дамган. Там расположился селевкидский монетный двор. Греческие источники говорят о множестве городов в регионе, но это не должно нас вводить в заблуждение. Вместе с настоящими городами, получившими статус полиса при селевкидах, местные земледельцы селились в хорошо укрепленных деревнях, каждая из которых представляла собой неприступную крепость. Несколько таких деревень тщательно обследованы археологами. Иранские земледельцы управлялись местной аристократией. Это был довольно замкнутый мир, в который не могли попасть эллинские колонисты. Одновременно с этим власть селевкидских монархов опиралась на вновь основанные города, такие как, например, Александрополь в предгорьях Копедага. Племена Дахов продолжали тревожить набегами оседлой земли. Некоторые отряды продвигались на несколько сотен километров вглубь освоенных территорий. Каждый раз селевкидские власти снаряжали дорогостоящие и сложные карательные экспедиции вглубь степи, опустошая кочевья Дахов. Во времена Селевка I в 90-х годах III века до н.э. командиром одного из таких походов был уроженец Милета Демодам. Он восстановил разрушенную Дахами Александрию Эсхату, о которой мы уже говорили на канале, и предпринял несколько экспедиций вглубь степи, став единственным греческим полководцем, который осмелился зайти так далеко на север. Он составил несколько подробных трактатов с описанием нравов и обычаев степных народов, исследовал их культуру и историю. К сожалению, все трактаты ныне утрачены, сохранились лишь краткие ссылки на него в географии Страбона, для которого столь отдаленный край Якумены не представлял никакого интереса. Видимо, поход Демодама настолько потряс Дахов, что о новых набегах ничего не известно следующее 20 лет. На подобные войны очень дорого обходились центральные власти селевкидов, чьи основные интересы лежали далеко на западе, а восточные Сатрапии рассматривались лишь как экономический предаток огромной империи. Развитая во времена Ахименидов сложная система связи между различными регионами империи была нарушена. Древние торговые пути постепенно приходят в упадок. Видимо, система налогов и торговли также сильно пострадала. Распределение монеты товаров в селевкидской империи часто ограничивается одной-двумя провинциями. Если раньше торговцы из Ионии встречались на рынках Бактрии, а индийские купцы основывали фактории в Египте, то при селевкидах путешествовать из одного края в другой стало сложно и дорого. Монеты и товары из Гекатомпела редко покидали земли Парфянской Сатрапии. Богатства отдельных регионов оставались в этих провинциях, подпитывая сокровищницы местных элит и разжигая местный сепаратизм. И в тот момент, когда новый селевкидский царь Селевк II вступил в очередную сирийскую войну с Египтом Птолемеев, восточные провинции подняли восстание. С одним из наместников, Диодотом и его творением мы уже встречались в рассказе о Бактрии. Андрагор, противоречивая фигура иранской истории, был гораздо менее удачлив. Он встречается в юридических документах селевкидов, видимо он занимал должность сатрапа. Но кем он был на самом деле, вопрос остается открытым. Часть исследователей обращает внимание на его редкое имя, встречающееся в династиях кипрских царей. Киприотов поселил в Центральной Азии Александра. До нас дошло несколько его монет, на обратной стороне которых изображена богиня Ника на колеснице, символ победы. Достаточно редкая иконографическая композиция. В ранее этого же периода встречается еще одна серия монет с похожим сюжетом, лишь на обороте не эллинистический профиль, облаченный в персидскую одежду сатрап. Арамейская легенда на этих монетах сохранила его имя Вахшувар. На Аверсе сложно-различимая надпись может быть прочитана как фонетическая запись греческого имени без первого алифа, то есть без А. Кроме того, имя Вахшувар Теофорное, происходит от иранского названия Амударьи, Вахш. Бог Вахш, о котором мы говорили в контексте Бактрии, ссылка в описании, покровитель воды, один из главных богов оседлого населения северо-восточного Ирана. Он считался спутником богини воды Ардвисура Анахиты, правившей упряжкой из четырех лошадей, символизирующей ветер, облака, дождь и град. Можно предположить, что именно она, а не Мика, изображена на греческих монетах Андрагора. Наконец, еще одна деталь головоломки. На берегах Окса был найден храм, посвященный этому богу, почитавшийся в селевкицкую эпоху, а затем во времена Грекобактерии и в последующей эпохе. И среди нескольких тысяч вативных подношений сохранился этот бюст в царской диадеме. Известные нам портреты грекобактерийских царей отличаются от этой скульптуры. Значит, можно предположить, что эта скульптура была преподнесена храму Окса или Вахша молодым Андрагором. Вероятно, он действительно был киприотом, но перед угрозой из степи предпринял попытку объединить греческих и иранских подданных своего нового царства, выпустив для иранцев специальную серию монет со своим теофорным именем. Следы этой наглядной пропаганды остались в последующей исторической традиции. Юстин, например, называет его Персом. Так или иначе, этот ход не помог ему удержать северные рубежи. Из степи на его царство напало одно из племен Дахов – Парны. Во главе племени Парнов или Апарнаков стал удачливый авантюрист Аршак, в честь которого последующая династия Парфии получила название Аршатитской. Вместе со своим братом Теридатом он с небольшим отрядом лично преданной ему дружины вторгся в Парфию, убил Андрагора и основал новое государство. Вероятно, окрыленный первоначальным успехом, Аршак предпринял попытку захватить и Бактрию, но был разбит диодотом. Реконструируя первые шаги Аршака, исследователи сталкиваются с еще одной проблемой. По крайней мере, ранние представители династии носили имя Аршак как титул, и часто их личные имена опускались. Поэтому не всегда ясно, какому из царей принадлежит то или иное свершение. Примечательно, что первый Аршак не стал называть себя царем. Захватив монетный двор в Гекотомпеле, он выпустил первую серию монет, где он изображен в островерхой восточной шапке. Вероятно, это часть пропаганды для иранских подданных. Сам стиль монет и их сюжет воспроизводят монеты западных сатрапов-ахименидов, видимо прекрасно известные в Парфии, что должно было подчеркнуть связь новых завоевателей с сатрапами древности. И это важно, Аршак пока полагал себя лишь сатрапом, а не великим царем. Легенда на греческом гласит «Аршак автократор». Некоторые монеты хранят его восточный титул «Каран» от «Кара» – народ, войско. Титул, намекающий на то, что он был провозглашен правителем своим войском. При этом важно помнить, что парны сильно отличались от массагетов и прочих соседей в Великой степи. У них почти не было знати, погребения практически не отличаются по инвентарю. Каждый мужчина в племени был воином, и эта прослойка воинов составила элиту нового государства на несколько веков. Прекрасно понимая, что восстание против селивкидов просто так не сойдет ему с рук, и войны с могущественной империей не избежать, Аршак начал готовиться к решительному сражению. Он окрепил свою первую столицу – город Дара, расположенный на склонах Высокой горы, где укрыл свою сокровищницу и собрал крупное войско. Видимо, долгое время верность покоренных народов оставляла желать лучшего, и к службе в царском войске привлекались исключительно кочевники парны. Усилиями позднейшей аршакитской пропаганды родился миф о том, что для иранцев парфяне воспринимались как освободители от гнета македонян. Но не стоит забывать, что именно туранцы, выходцы из степи, были субстанциальными врагами земледельцев-огнепоклонников. Кроме того, следов зороастризма у парнов не наблюдалось – они были довопоклонниками-многобожниками для зороастрийского большинства. Поэтому приход степных завоевателей, скорее всего, воспринимался жителями парфи достаточно враждебно. В источниках туманно говорится о многочисленных восстаниях и стычках между парными и жителями покоренной страны. В это время над молодым государством навеясла угроза со стороны селевкидской митрополии. Селевк II отчаянно нуждался в средствах на продолжение своих кампаний. Кроме того, возвращение контроля над непокорным Востоком могло бы поправить ущерб его репутации. В 235 году до н.э. Селевк с большой армией вступил в восточные провинции селевкидской империи. И здесь мы впервые сталкиваемся с тактикой, которую парфяне будут с переменным успехом применять на протяжении всей своей истории – тактику, которую многие античные авторы считали трусостью. Избегая масштабного сражения с армией Селевка II, Аршак отступил со своим войском на север, где укрылся у союзного племени апосеаков – водных саков или водных скифов, кочевавшим за Атреком. Рискованная тактика парфян отказаться от покоренных земель, заманить противника вглубь страны и нанести им затем неожиданный удар – тактика, требовавшая филигранного расчета. И Аршак преуспел в этом. К сожалению, в источниках содержатся лишь намеки на то, что произошло на самом деле. С подкреплениями из степи Аршак обрушился на уже торжествовавшего свою победу Селевка II и Разбилово. Победа была настолько ошеломительной, что именно ее аршакиды постановили даты оснований своего государства. Некоторые исследователи обращают внимание на то, что монеты, которые выпустил Селевк после своего похода, изображают его с бородой – очень редкий для эллинистических правителей мотив. Это вместе с туманными намеками Юстина может свидетельствовать о том, что царь угодил в плен Каршаку. По другой версии, Борода должна была подчеркнуть сакральный мотив похода на восток. Так или иначе, неудачный поход в Парфию еще сильнее осложнил обстановку в огромной империи селевкидов. Брат Селевка Антиох Георакс повел мятежные войска в сердце Сирийской империи. Оставаясь на востоке, Селевка рисковал потерять все. Оставив Парфию и Бактрию непокоренными, он отправился на запад, чтобы схватиться с армиями своего брата. Так парфянская держава отстояла свою независимость, но впереди у молодого государства был долгий путь становления. Аршак I умер около 211 года, став по замечанию римского автора ромулом для Парфянской империи. Долгое время, поддавшись очарованию парфянской версии событий, созданной для греческих подданных, историки полагали, что Аршака сменил его брат Теридат, принявший тронное имя Аршак II. Однако обнаруженные при раскопках парфянской столицы низы архивы, равно как и многочисленные косвенные источники, указывают на то, что Теридат никогда не правил, он был лишь всемогущим помощником Аршака. Однако почему он удостоился столь частых упоминаний в источниках, что порой принимался за следующего правителя Парфии и какова была его роль в становлении государства Парнов, мы, по-видимому, никогда уже не узнаем. Следующим правителем, которого остраконы старой низы неоднозначно называют сыном основателя державы, был Аршак II. Именно ему суждено было столкнуться с самым серьезным вызовом – восточным походом Антиоха III, великого, сына Селевка. Желая отомстить за поражение отца и навести порядок в восточных сатрапиях, он выступил на восток в 212 году до н.э. с крупнейшей армией, которую собирали эллинистические монархи. По современным подсчетам около 70 тысяч человек. По дороге на восток в древнем городе Экбатане, в великие столицы Мидии, по приказу царя был разграблен один из главнейших храмов древнего Ирана – храм богини Анахиты. Несмотря на то, что Экбатана подчинялась Антиоху, а храмовые сокровищницы, по-видимому, были уже давно разграблены, оставались еще роскошные украшения колонн и молитвенного зала. Солдаты срывали по золоту с оснований колонн и разбивали храмовые дары – трофеев должно было хватить для оплаты дорогостоящей восточной кампании. Пострадала также и одна из древнейших царских резиденций ахименинских царей – Парадиз – дворец, утопавший в зелени садов и уцелевший во время завоевания Александра. Аршак II заключил союз с греко-бактрийским царем Диодотом II, но эллинский царь медлил с подкреплениями, вероятно, выжидая благополучного момента. Поэтому парфянский владыка решил воспользоваться тактикой своего отца – ступить вглубь страны, в горы Геркании. Параллельно с этим он выслал легкие конные отряды с единственным приказом – разорить сельскую округу, разрушить каналы и засыпать колодцы. В завоеванной стране аршакиды все еще чувствовали себя чужаками и, повреждая сеть каналов, фактически обрекали подданных земледельцев на голодную смерть. В горных ущельях, поддерживаемой местным населением, Аршак приказал строить многочисленные баррикады из поваленных деревьев, заваливать камнями узкие перевалы и всеми возможными средствами задерживать продвижение селевкидского войска. Инженерам армии Антиоха приходилось подолгу наводить мосты через ущелья и разбирать завалы. В такие моменты огромное войско было наиболее уязвимым. Парфяне решились атаковать. Небольшие отряды легкой пехоты встретили македонян на перевале и вступили в бой. Лишь фланговый маневр критских наемников решил исход сражения. Аршак бежал в неприступную твердыню Сиринг, бросив свою резиденцию, располагавшуюся неподалеку. Примечательно, что во время этой кампании мы ни разу не слышим упоминаний о главной ударной силе Парфян, их знаменитой коннице. Посылать в бой все резервы Аршак не решался. Сиринг, вероятно, греческий вариант персидского Задракарта, был древней столицей Геркании. Город был прекрасно укреплен несколькими рядами рвов и стен, лишь долгая тщательная осада позволила Антиоху пробиться в город. Когда пала последняя стена, жители Сиринка устроили погром, перебили всех населявших город греков и попытались скрыться. Примечательно, что греки, жившие в Сиринке, рассматривались местными жителями как естественные враги и союзники селевкидов. Кроме того, это свидетельство эллинизации даже отдаленных горных регионов. К сожалению, окончание повествования о Полибии не сохранилось. Однако очевидно, что парфяне потерпели поражение. Это был страшный разгром, оправиться от которого молодому государству суждено было нескоро. Парфяне потеряли обширные плодоносные равнины, монетная чеканка прекращается. Однако преследовать отступающего в степь Аршака Антиох не собирался. Он вернул ему царство в обмен на предоставление катафрактов – степной конницы, полностью закованной в броню. О том, что латная конница Парнов участвовала в дальнейших кампаниях царя, единогласно сообщают все источники. Долгое время считалось, что античные источники приукрашивали непобедимость парфянских катафрактов раннего периода. Изготовление сложных доспехов требовало особых технологий, которым неоткуда было взяться у недавних аутсайдеров Великой Степи. На недавние раскопки в оазисах древней Маргианы, современный Мерв, помогли найти свидетельство огромного ремесленного центра, где, по-видимому, и ковалась броня лучшей конницы античности. Далее Антиох обратил свой взор на Бактрию. Продолжение его восточного похода мы подробно разбирали в беседе о Грекобактрии. Вероятно, потеряв в войне своих сыновей, Аршак II правил до 191 года до н.э., исправно исполняя роль вассального владыки Селевкидов. Его сменил Преопат, его двоюродный брат, правивший на протяжении как минимум 15-летнего темного периода. На следующий год после прихода к власти Преопата Антиох потерпел поражение от римлян, контроль селевкидов над восточными провинциями ослаб, и Парфия оказалась предоставлена самой себе. Постепенно Преопат занял оставленные было парфянами города в долинах, но проводить дальнейшую экспансию не отваживался. Именно в период правления Преопата оседлое земледельческое население Парфии пошло на компромисс со степными завоевателями, и впервые в истории парфянский правитель провозгласил себя царем. Более того, особым религиозным почетом начала пользоваться фигура Аршака, основателя династии. От его имени была выпущена памятная серия монет, где он назван Теосом, богом. В его честь стали зажигаться огни, и его именем освещались договоры. И в этом можно увидеть влияние греческой цивилизации. Царь на Востоке – распорядитель божества, но не сам бог. А божествление простого смертного в эпоху эллинизма – достаточно частое явление, когда вся Айкумена существует по воле царя и благодаря его усилиям. Миром правит закон Номас, по словам греческого поэта, законы и в республиках цари. Но высшей персонификацией закона в эллинистическую эпоху был царь – Номас эн Псюхос – одоживленный закон. Так в парфянской религии сталкивается культ предков, распространенный в степи, и культ божественного правителя эллинизма. Примечательно, что первые храмы династии в Парфии повторяют модели степных курганов святилищ массагетов. Память о религии кочевых предков еще долго хранили их наследники, но формы этой религии постепенно становятся эллинизированными. В его же правлении появляется традиция, приписанная затем основателю державы – зажигание священных огней, символизирующих хварну, по-парфянски фарн – божественную власть и силу правителя. Хварна – магическая сила, позволяющая достойному правителю трансформировать мир. Если правитель оказывался недостойным, как, например, авистийский царь Йима, отказавшийся выполнять божественное предназначение, хварна покидала его в виде сияющего барана или птицы. Само слово происходит от авистийского «хвар» – солнце, и созвучно с пехлевийским «хварг» – сиять. Это сияние, предшествующее колеснице бога Митры, сияние иного мира, мира богов. Хварны наделены не только люди, например, порождающая стихия Великого океана Варукаша персидской мифологии, сияет хварны, поскольку в нем находятся первообразы всех существ. Обожественная душа правителя, фраваши, возносилась к звездам, и считалось, что души царей прошлого сияют на небосклоне своим потомкам отблесками царской славы хварны – верования, ранее неизвестные в древнем Иране. Кроме того, использование царского имени как титула обеспечивало передачу сияющей хварны, и спустя века персидская династия Сассанидов, сменившая дом Аршака, вынуждена была создать целый цикл легенд, посвященный тому, как божественная слава в образе сияющего барана покинула последнего нечестивого царя династии. Примечательно, что в греческих переводах парфянских титулов и обращений хварна переводится как «тюхи басилеос» – царская удача, судьба правителя, сама хрупкая реальность, которая могла внезапно оборваться. Корона тюхи – покровительницы города и страны, столь часто на селевкидском востоке, становится важной частью парфянской иконографии. Восходя на престол в главном родовом святилище, царь зажигал свой огонь, который должен был сиять Негасима все его правление, наряду с памятными огнями его предков. Судя по всему, эта традиция сохранилась со времен Ахименидов, о чем хрестноречиво свидетельствуют рельефы царя царей. Огонь Аршака I в городе Асааки превратился в вечный огонь аршакитской династии, поддерживавшийся на протяжении многих веков. По разным источникам он угас то ли во время вторжения гунов в IV веке н.э., то ли уже в мусульманскую эпоху. Правление следующих двух царей можно считать увертюрой к последующей эпохе великолепия. Имя одного из них утрачено. Современные ученые знают его лишь по царскому титулу Аршак IV, которого сменил старший сын приопата Фраат I. Его краткое правление в три года можно было бы и вовсе опустить, если бы не один важный шаг. Это первый царь за долгое время, который отважился вести наступательное действие. И это не стоит недооценивать. В горах Альборс проживало воинственное племя Мардов. Стоит отметить, что горцы в великих империях древности пользовались широкой автономией. Фактически они заключали договор с правительством, по которому они не смели совершать набеги на царские дороги и гарнизоны. Но при этом царская администрация закрывала глаза на их регулярные набеги на равнины и сбор Дани. По сути, действовал тот же принцип, что и со степными намадами. Системы договоров и союзов были призваны регулировать отношения царской власти с нестабильным окружением. Поход в горы был невероятно сложным предприятием, особенно для легкой стемной конницы Парфян. В этот раз Фраату пришлось заручиться поддержкой земледельческого населения и в том числе греческих колонистов. Кроме того, контроль над долинами Мардов открывал путь Парфянам в древнюю и богатую Мидию, самое сердце селивкинских владений. В 164 году до н.э. на престол взошел тот, кому было уготовано стать величайшим парфянским правителем – младший брат Фраата Митридат. Приняв Парфию небольшим царством, расположенным на периферии античного мира, он оставит ее Великой Империи, равной разве что Риму. Само его имя, данное Митрой, должно было подчеркивать близкие отношения с богом-подателем царской власти. Империя селивкидов, как и весь эллинистический мир, постепенно начинала погружаться в пучину анархии, и именно Митридат сумел воспользоваться редким шансом. Первый такой шанс представился молодому царю через пару лет после его воцарения. В западных провинциях Греко-Бактрии вспыхнули восстания, которые поддержал Митридат. Узурпатор Эвкратит уступил западной провинции Бактрийского царства и подарил Митридату боевых слонов. В качестве символа победы над восточным соперником Митридат выпустил серию монет со слонами – наглядное подтверждение восточного триумфа. Вместе с обширными землями Арии и Дрангианы в руки к парфянам перешел один из важнейших культовых центров иранских народов – Кух-Ихваджа, святилище на горе Ушида, озеро Хамун, близ современной границы Ирана и Афганистана. Согласно зароастрийским верованиям, это озеро воплощения Хварны. В нем пребывает семя пророка Заратуштры, охраняемая воинственными божествами. Из вода этого озера в конце времен выйдет спаситель мира Саушьянт. Сохранившиеся на берегах озера зароастрийские обители были крупным интеллектуальным центром зароастризма, чудом уцелевшим во времена завоевания Александра Македонского. По распространенной легенде, именно сюда бежали книжники со всего Ирана, чтобы защитить обители на берегу Священного озера – символ обновления и веры в восстановление космического порядка. Представители иранских княжеских домов посылали своих незамужних дочерей купаться в водах озера, в надежде на то, что одна из них станет матерью Саушьянта Спасителя. Чтобы взойти на гору, необходимо было миновать коридоры, расписанные сценами обновления мироздания. Восточно-иранские божества на этих рельефах идут на поклон будущему обновителю Вселенной. Паломники со всех концов бывшей Ахименицкой империи стекались с дарами к подножию Священной горы. Археологи находят здесь многочисленные дары Сирии, Армении, Аравии, Центральной Азии и Ирана. Слава о храмах жрецов Маг уж достигла Палестины и отразилась в ранних библейских легендах. Один из древнейших комментариев на Евангелие от Матфея, Opus Perfectum, ошибочно приписываемый Иоанну Златоусту, передает расхожее христианское предание о том, что волхвы-маги прибыли поклониться Христу со склонов горы Монс Викториалис, Победной горы. Они омывались водой из озера у подножья горы и поднимались на вершину, ожидая спасителя. И однажды они увидели звезду, за которой последовали на запад. Название горы – своеобразный перевод имени Саушьянт – спасителя, которого и ожидали жрецы. Из-за отдаленности этого региона от границ античного мира и фрагментарных упоминаний в греко-римских источниках, долгое время считалось, что Дрангиана – пустынная провинция на востоке Ирана – была малообитаемой и малозначимой. Но недавние раскопки иранских археологов неподалеку от озера Хамун выявили руины большого города с дворцом Сатрапа в центре. Вероятно, этот город назывался на персидский лад Зранка и был столицей огромной провинции. Все здания от царской сокровищницы до обычных домов повернуты на юг из-за необходимости защищаться от сильных ветров, дующих непрерывно на протяжении 120 дней в году и несущих соленые пески из пустыни. Видимо, именно они и погубили некогда великий город, засыпав источники питьевой воды. Но во время Митридата вся провинция была процветающей и многолюдной, что давало ему возможности и ресурсы для самого рискованного предприятия – войны с Селивкидской империей. Усиление царства Митридата не могло не вызвать беспокойства в царстве Селивкида, в котором правил сын Антиоха Великого Антиох IV Эпифан. Один из наиболее противоречивых правителей в истории династии, во многом из-за его антииудейской политики – Антиох IV был последним великим царем Сирийской империи. Девизом своего правления он выбрал крылатую фразу, принадлежавшую его предку – Селивку I – «Справедливо то, что постановлено царем». Правление Антиоха IV стало верхом селивкидского абсолютизма. Древний покровитель династии Аполлон по воле Антиоха был заменен Зевсом Никефором – Зевсом Победоносным, что вполне отражало характер его воинственной политики. Вероятно, государственная пропаганда отождествляла Антиоха с Зевсом. На некоторых монетах значится его титулатура – «Антиох Теус Никефорус Эпифанус». Но несмотря на грозные идеологические титулы, положение в доставшейся ему по наследству империи было плачевным. Восточные сатрапии Ирана подчинялись лишь номинально. Местные династии порой открыто восставали против центральной власти, и у империи не было сил проводить дорогостоящие карательные походы против них. Цветущая Месопотамия, колыбель цивилизаций, переживала глубокий кризис. Великие царские каналы, поддерживавшие жизнь 6 миллионов жителей провинции, пребывали в запустении. Впервые за долгое время в Междуречии случился голод. Многим древним городам Месопотамии и Ирана в правлении Антиоха были предоставлены права полисов, в чем, безусловно, крылась уловка. Земли восточного города принадлежали общине, тогда как полис всем своим существованием был обязан царю. Прикрываясь политикой филуэллинства, Антиох IV раздавал гражданство негрекам, перенимавшим эллинский образ жизни. Однако граждане полисов не имели права владеть землей, вся она переходила царю. Кроме того, представители восточных народов редко призывались в царскую армию, но став гражданами, они были обязаны служить в македонской фаланге. Такими манипуляциями Антиох Эпифан создал могущественную армию, усилиями которой, без сомнения, он планировал возродить империю Александра. Отдельного упоминания стоит религиозная политика Антиоха. Огромные средства собирались в храмовых хозяйствах, выполнявших роль банков. Храм Верховного Божества хранил средства прихожан, гарантируя их неприкосновенность. Антиох Эпифан нашел законный способ изъять эти средства, объявляя о священном браке с тем или иным божеством. Все храмовые средства изымались в качестве приданного. Попытка посягнуть на храмовое богатство в Иерусалиме привела к Маковейской войне, об этом как-нибудь в другой раз. Но, невзирая на сопротивление иудеев и жителей Междуречия, Антиох, как никто другой из селевкистских царей, был близок к объединению эллинистического мира. В очередной сирийской войне он почти полностью сокрушил экзистенциального противника сирийской монархии, Египет Птолемеев, и лишь вмешательство римского посольства, выдвинувшую ультиматум, спасло династию фараонов от кончательного краха. Рим был заинтересован в сохранении статуса Кво. Воюющие друг с другом эллинистические царства не представляли угрозы Римской республики, а победа одного из восточных тиранов над другим была невыгодна вечному городу. Египетской дани было достаточно для того, чтобы подготовить новый масштабный поход на восток. В Дафне, современное Дефне, в провинции Хатай, Турция, состоялся самый масштабный и известный парад античной эпохи. На его организацию, по некоторым сведениям, ушли все трофеи победоносной египетской кампании. Все народы Селивкидской империи промаршировали перед царем. Это был не столько военный парад, сколько религиозное действие, копировавшее знаменитый сюжет похода Диониса на восток. Бог Антиох готовился нести эллинскую цивилизацию на восток на остриях мечей, подобно богу Виночерпию. К кульминацией празднеств был марш гладиаторов, привезенных из Рима, устроивших затем гладиаторские игры, невиданное варварство для эллинистического востока. Выросший заложником в римском плену, Антиох до конца своих дней сохранил любовь к римской зрелищности. И, наконец, завершающей частью церемонии были колесницы, запряженные слонами, настолько потрясающее зрелище, что в честь него выпустили отдельную серию памятных монет. Стоит отметить, что даже для царской Антиохии подобная зрелищность считалась избыточной, а собранное для восточного похода средство это был максимум того, что можно было выжать из подчиненных земель. Но слишком уж в высоте были ставки. Под звон летавров по устланной пальмовыми ветвями дороги не военный поход, а священодействие, Антиох выступил на восток. Вероятно, узнав о готовящемся вторжении, Митридат обратился к степным союзникам, заручившись поддержкой многочисленных сахских вождей. Разбив армянского царя Артаксия Арташеса, Антиох обложил его данью, но не стал продвигаться вглубь армянских земель. Его цели лежали дальше на востоке, по древней царской дороге ахименицких владык. Достигнув Экботаны, он переименовал Митридат, Митридат, в свою честь, назвав ее Эпифанией, рассчитывая сделать ее центром замиренного востока. Однако богиня слепой удачи Тихия внезапно отвернулась от победоносного царя, улыбнувшись Митридату Парфянскому. Направляясь на восток, Антиох достиг древнего храма, посвященного синкретическому божеству, греческой Артемидии, иранской Анахите и Вавилонской Нанайи. Под предлогом брака с богиней Антиох попытался разграбить святилище, но внезапно жрецы взбунтовались, разъяренные богомольцы вступили в схватку с царскими телохранителями, Антиох был тяжело ранен. Через несколько дней он умер в Центральной Персии, а потерявшая полководца войска вынуждена была оставить неспокойный Иран и вернуться в Сирию. Так, не начавшись, окончился последний восточный поход селевкидов. Огромная империя стремительно погружалась в пучину хаоса. Многочисленные местные династии объявляли о своей независимости. Земли к востоку от Месопотамии оказались навсегда потерянными для эллинов. Тимарх, оставшийся после смерти Антиоха и Пифана сатрапом большей части иранских земель, провозгласил себя царем. Причем, по-видимому, он держал равнение не на селевкидских монархов, а на древних царей-ахименидов, принявшись величать себя царем царей и введя сложный персидский церемониал при дворе, за что прослыл среди эллинов тиранов. Титул царя-царей носил вполне практический характер. Не имея возможности контролировать отдаленные иранские земли, Тимарх фактически признавал их независимость, обязав местных аристократов платить дань. С другой стороны, все местные правители опасались надвигающегося парфянского вторжения и согласны были предоставить новоявленному царю деньги и ресурсы для укрепления северо-восточных рубежей. Похоже, что за короткое время своего правления Тимарх превратил северный Иран в неприступную крепость. Когда Митридат попробовал пройти по горным перевалам в Мидию и захватить север Ирана, у него ничего не вышло. В союзе с армянским правителем Арташесом Тимарх отразил парфянское вторжение. Тихия в последний раз решила обратить свой благосклонный взор на эллинов. Но эта победа не принесла облегчения рушащимся империям диадохов. Воронка смут затягивала все новое государство. Древние связи окончательно были нарушены, торговые пути заброшены, а новый агрессивный игрок ближневосточной политики оказывал все большее влияние на ход событий. Рим поддерживал контролируемый хаос на Ближневостоке, оказывая милость то одному, то другому претенденту на селевкидский престол. История последнего века селевкидов заслуживает отдельного разбора. Пока лишь отметим, что Тимарх отправился на запад, в Вавилон, чтобы столкнуться с бежавшим из римского плена Диметрием Первым. Как реальный претендент на престол, Диметрий с детства находился в заложниках в Риме. Когда в Сирии установилась шаткая власть девятилетнего сына Антиоха Епифана Антиоха Пятого, Диметрий слезно обратился к римскому сенату с просьбой отпустить его на родину. Но римляне были непреклонны. Им нужна была слабая Сирия. Чтобы договориться об освобождении, Диметрий называл Рим кормельцем и отечеством, а детей сенаторов своими братьями, что, конечно, ставило его, повелителя Третьей Азии, в зависимое положение от римской аристократии и было невероятным унижением для некогда великой династии. В сенате все были тронуты этим воззванием, но вместо согласия послали в Сирию послом Гнея Октавия с приказом проверить положение дел на Ближнем Востоке и тайными инструкциями от сената сжечь сирийский флот и перерезать поджилки боевым слонам. По условиям мира, Селевкинская империя не должна была владеть большим флотом и армией. Впрочем, римский посол был пойман во время диверсии и растерзан разъяренной толпой в Антиохии. Воспользовавшись замешательством в Риме и Сирии, Диметрий решился на побег. Примечательно, что Диметрий сумел бежать при посредничестве историка Полибия. Тот через знакомых помог ему проникнуть на карфагенский корабль, стоявший в устье Тибра. Пока римский сенат хлопотал о поимке беглеца, Диметрий с отрядом финикийских наемников захватил столицу Антиохию, убив регента и малолетнего императора Антиоха V. Поэтому следующее заседание сената вынуждено было признать его законным царем и даже согласилось выделить денег на поддержку нового правителя, помогая тем самым в войне против иудейских повстанцев и восточных династов. В благодарность новый сирийский царь отправил в Рим золотой венок стоимостью в 10 тысяч золотых. В сражении с ним сложил голову и Тимарх, его иранская конница полегла в степях северной Месопотамии, а старший братовый Гераклит бежал в Рим. Именно Гераклит сумел убедить римлян в том, что самозванец Иезонии Александр является сыном Антиоха Епифана. Эта версия пришлась по душе римским союзникам на Ближнем Востоке, Птолемеем Египта и правителем царств Малой Азии и в первую очередь Пергаму. Римский сенат постановил, что признает Александра Баласа законом царем, с тем условием, что его воцарение профинансируют римские союзники в Азии. С заготовленными в эфесе монетами, где нарочито подчеркивалась связь Александра Баласа с Антиохом IV титулом Филопатор, любящий отца, новоиспеченный селевкидский царь высадился в Финьки. Десять долгих лет шла борьба между претендентами на селевкидский престол и десять лет не утихали боевые действия на востоке страны. В тяжелых кровопролитных сражениях, ведя войну на изнурение, Митридат отвоевывал древние персидские провинции. Захват Северной Мидии и Центрального Ирана вместе с предыдущими завоеваниями обеспечил приток богатства в царскую казну. В это время начал формироваться изысканный, уже имперский парфянский стиль, далеко отошедший от кочевых традиций. В качестве нового центра притяжения Митридат основал грандиозную столицу своей новой империи, получившей название Митридат-Керт, современная старая низа близ Ашхабада. Именно там были возведены храмы мавзолея предыдущих царей династии. Туда же воля царя перенесла центр нового парфянского мира. Одним из главных ориентиров города был Круглый мавзолей, главнейший культовый центр аршакитской державы. Под куполом в особых нишах помещались ярко раскрашенные терракотовые статуи, изображавшие царственных предков, еще одно эллинистическое влияние в иранской религии. Вероятно, этот обломок принадлежит статуе самого Митридата. Яркий цвет стен, купол, символизирующий сферу неподвижных звезд, это все свидетельство рукотворного пространства иного мира, мира, где пребывают души праведников. Митридат-Керт сам по себе олицетворение диалога между греческим наследием и парфянской традицией. Повторяя устройства селевкидских полисов, жилые кварталы размерены гиподамовой решеткой кварталов. Греческая скульптура и восточные орнаменты причудливо соединяются в пестрой эклектике. Примечательно, что ко времени Митридата сформировались основные эстетические каноны парфянской аристократии. Показательно восточные напублики, в закрытых поместьях они говорили по-гречески, переоблачались в греческие одежды и возлежали на пирах на эллинский лад. Во внутренних покоях дворцов парфянской аристократии сохранились эллинистические скульптуры, заказанные в лучших мастерских античного мира, во враждебной селевкидской антиохии, нейтральной, но все же греческой Александрии. Например, вот это голова Афродиты. Внешне поддерживающие строгий восточный вид, копируя дворцы ахименидской знати, внутренние просторы особняков, вскрытые от посторонних взглядов, скрывали уютные и обустроенные по-гречески помещения. Они украшались каринфскими колоннами и расписывались фресками в средиземноморском стиле. Здесь барельефы из степных луков сочетаются с селевкидскими якорями и эллинистическим аканфом. Одним из великолепных шедевров, заказанных парфянской аристократией в Александрии, можно считать мраморную статую девушки, повторяющую классическую композицию Афродиты-Андиомены, Афродиты-Выходящий из вод. Существует устойчивое предположение, что это идеализированное изображение дочери Митридата, родогуны. Римский автор Филострат утверждал, что история царской дочери была очень популярна в Парфии. Являясь частью культа царской династии, изображения родогуны встречались в храмах и дворцах, запечатленные в тенях фресок и мраморе статуй. По сюжету популярного эллинистического романа родогуна мыла голову, когда услышала о нападении врагов. Она принесла клятву домыть волосы только тогда, когда враги будут уничтожены. С развивающимися волосами ее часто изображали на печатях парфянские дворяне. Здесь же еще один шедевр восточной скульптуры, показывающий, по-видимому, как хотели себе видеть парфянские аристократы. Голова воина из Ниссы в псевдо-аттическом шлеме. Если бы не география ее находки, невозможно было бы сказать, что это произведение восточного искусства. Другой значимой точкой нового города был так называемый квадратный зал, царская сокровищница и зал церемоний. Здесь мы также сталкиваемся с обилием скульптур, изображающих мифических и реальных предков царя, окружающих трон. Запечатанные сокровищницы сохранили самые яркие образцы ранни парфянского искусства, помогающие понять каноны красоты новой империи. Оружие, боевые восточные топоры, например, напоминают произведения степных мастеров. Ритоны, ритуальные кубки для вина, изготовлены парфянскими мастерами, но в соответствии с греческими канонами красоты. На одном из них сохранилось посвящение греческими буквами богини Гестии, богини домашнего очага и шире священного очага города. Огонь, символизирующий процветание поля, согорел в здании городского совета или на огоре, символизируя присутствие божества. Этот греческий обычай в Парфии стал частью культа огня, а богиня Гестия вошла в сон зороастрийских богов. Филигранные накладки слоновой кости изображают процессии богов-олимпийцев, столь греческие по духу. Но стоит приглядеться внимательнее к изображениям богинь, округлые лица, чувственные миндалевидные глаза – все это черты иконографического иранского канона луноликость, столь прославленной в персидском эпосе. Другой распространенный сюжет – Дионисийский с участниками вакхического шествия. О распространении вакхических культов на Востоке мы говорили в беседе о Греко-Индии. По одной из версий родина этих ритонов находится далеко на Востоке и попали они в Парфию во время войны с Бактрией. По другой версии, подтверждающейся находками, пленные бактрийцы были поселены в Азисе Мерва и Нисы, принеся восточные элементы в парфянское искусство. Спустя пару веков вслед за ремесленниками придут буддийские проповедники, образовав крупный центр буддийской мысли в самом сердце древнего Ирана. Кроме того, распитие вина стало ассоциироваться с распитием хаумы – чудесного напитка, возносящего душу к богам. Отсюда рождается устойчивый троп персидской литературы, воспетый множеством поэтов уже средневековой эпохи о вине любви и божественном опьянении. Некоторые сюжеты творения парфянских мастеров рассказывают историю о царе Фиф Пенифее, запретившем прославлять Диониса и убитого вакханками в порыве иступления. Это повествование лежит в основе драмы Эврипида вакханки, столь горячо любимой при парфянском дворе. Сто лет спустя, после описываемых событий, когда гонец прибудет ко двору царя Парфии с вестью о гибели всего римского войска и ошеломительной победе при Каррах, восточный самодержец во внутренних покоях дворца Монументальный стиль, рожденный в эпоху Митридата, сформирует иранские каноны красоты эпох поздней античности и даже Средневековья. Именно парфяне введут узнаваемое сочетание айванов и куполов, формирующих стереотипную картину иранского городского ландшафта. Исторический перелом в войне на Западе произошел в 147 году до н.э., когда Митридат развернул последнее масштабное наступление на Запад. Конец греческого владычества в Иране отмечен очень символичным памятником, единственной селевкидской скульптурой на Иранском Нагорье. Это Бехистунская скала, на которой высечена знаменитая надпись царя Дария. И здесь же у ее подножья располагался эллинистический храм, посвященный Гераклу. Сохранилась вырезанная в скале статуя и посвящение. Очевидно, что изображенный здесь Геракл повторяет эллинскую иконографию, хотя и угадываются восточные черты. Здесь, в сердце Ирана, культ Геракла слился с культом древнего дозороастрийского бога Веретрагны, небесного воителя, включенного затем в пантеон Овесты. Его почитали как Язатанамзайотэмо, вооруженнейшего из всех богов. Древнейшие вставки в Овесте описывают его аватары, вероятно, следы индоиранской веры в реинкарнацию богов. Веретрагна отождествляется с царской силой быком, лошадью, бараном, диким вепрем, верблюдицей в течке и порывистым ветром. Он даритель победы, причем как войскам на поле боя, так и адептам благой веры в религиозных споров, а также магам во время обрядов изгнания демонов и гаданий. Интересно, что Геракл Бехистуна продолжал пользоваться большим почетом у парфянских царей спустя век после завоевания этих земель. О его койке упоминает Тацит. Бог Геракл Веретрагна является во снах жрецам своего храма и требует, чтобы ему привели коней с колчанами полными стрел и отпустили бродить в окрестных лесах. Наутро кони возвращаются с пустыми колчанами и Геракл вновь является своим адептом, сообщая, в каких лесах он охотился и в этих местах обычно находили убитых зверей. Это наглядное свидетельство божественного присутствия и диалога с самым воинственным из небожителей. Здесь же у статуи Геракла сохранилась краткая надпись, гласящая, что эта статуя воздвигнута в месяц Панем 164 года Селевкинской эры, то есть 149 год до нашей эры, геокинфом, молящим о безопасности Клеомена, сатрапа верхних провинций. Скорее всего, это подношение было завершено в разгар парфянского вторжения, именно от него просил защиты геокинф для сатрапа. Предположительно, в этом же году большая часть Северного Ирана перешла под власть Митридата. Особые сложности возникли у парфян в древней Персиде о плоти древних царей Ахименидов, где под сенью величественных руин царских резиденций правила теократическая династия Фратораков, горделиво называвшая себя наместниками бога. Вероятно, они мечом отстояли свое право на существование, отбившись от селевкидов. Облачаясь в Ахименидские тронные имена, они подобно призракам былого величия владели разрушенными городами и великолепными усыпальницами своих царственных предшественников. Видимо, они стали союзниками Митридата в войнах с селевкидами, заслужив титул шахов, местных царей, подчиненных верховному правителю Парфии. Другие царства Южного Ирана были менее сговорчивыми. Соглашаясь номинально признать власть Митридата, они мгновенно забывали о вассальных обязательствах, как только их область покидала царское войско. Противостояние с ними займет еще не один десяток лет. Следующий поход Митридата прекрасно задокументирован. Он встречается в большом количестве административных источников из Месопотамии. В 141 году до нашей эры он вторгается в Междуречье, в разгар очередной гражданской войны в царстве селевкидов. Там, за горами Загрос, лежали огромные города, там все еще исправно велись клинописные хроники, коллеги жрецов при Зиккуратах поклонялись древним богам, там процветали загадочные магические культы, там помнили о своей древности и преклонялись перед ней. Встреча с великими цивилизациями Междуречье стала для молодой империи гораздо более серьезным вызовом, чем соперничество с угасающим царством селевкидов. Подчинившиеся практически без боя мегаполиса создавали новый центр тяжести, парфяне внезапно оказались в абсолютном меньшинстве в своем царстве. В тени великой Эс-Агилы, главного храма Вавилона, Митридат принял участие в Нового Года, провозгласив себя наместником Мордука на земле. Он соприкоснулся с традицией, насчитывавшей более двух тысяч лет. Учреждение праздника Акиту в честь Мордука и вступление Митридата в Вавилон разделяет больше веков, чем эпоху создания Парфянского царства и наши дни. Кроме того, сходу царю Востоку достался один из крупнейших городов эллинистического мира, располагавшийся неподалеку, Селевкия на Тигре. Полис, равный по роскоши и величию египетской Александрии, со стадионами, гимнасиями, философскими школами и библиотеками. Этот город получил широкие права самоуправления и долгое время он оставался жемчужиной в короне парфянских владык. Однако Митридату пришлось прервать свое триумфальное шествие по Месопотамии из-за внезапной угрозы с Востока. Стоит помнить, что 141 год это год, когда Менандр индийский штурмовал по Талипутру, когда племена Юэджи и Саков властвовали в погибающем Бактрийском царстве, а Угди начал свою победоносную войну против Хуну в далеких монгольских степях. Сражения, потрясавшие Центральную Азию, докатились и до рубежей парфянского царства. Волны Саков, некогда верных союзников парфян, обрушились на восточные рубежи, угрожая сердцу державы Митридата Митридаткерту. В это же время, воспользовавшись отсутствием Митридата, новый селевкидский правитель, сын Деметрия I, Деметрий Никатор стал готовить поход против парфян. Под его знамена стекались многочисленные добровольцы, выходцы из гибнущей Греко-Бактрии и из бесчисленных полисов, перешедших под власть азиатских царей. Многие эллины резонно опасались, что парфянское завоевание положит конец полисным свободам и спешили вступить в ополчение селевкидского правителя. Юстин приводит список союзников Деметрия, среди которых упоминаются персы. Царство Фратараков, присягнувшее Митридату, переметнулось на сторону Деметрия Никатора, видимо, полагая, что молодой царь не будет вмешиваться во внутренние иранские дела. Собранное многочисленное и многоплеменное войско разбило оставленное Митридатом гарнизоны и двинулось на восток, и там в генеральном сражении было разбито. Многие добровольцы, хотя и воодушевленные призывом сирийского царя, были ремесленниками, торговцами, лишенными всякого воинского опыта. Наспех созданная фаланга не выдержала удара парфянской конницы, после чего Митридат заманил Деметрия к себе под видом переговоров и взял в плен расхожая тактика, которая много раз будет спасать империю Аршакидов. Затем пленного царя провели по всем городам, поддержавшим его выступление, и после этого унижения поселили в Геркании, в роскошном дворце, позволив вести царский образ жизни. Более того, но исполнять данное обещание Митридат не спешил. Он женил царского пленника на своей дочери Радагуне, той самой, чьей статую украшали царский зал в Нисе. Догадавшись, что парфяне выпускать его не собираются, Деметрий решил собежать. Развернулась настоящая приключенческая история. Один из друзей царя, Калимандр, инкогнито перебрался через воюющую Месопотамию и весь Иран к горам Геркании и помог царю бежать. Но беглецов быстро схватили и вернули ко двору. Митридат проявил невиданную щедрость. Узнав о приключениях Калимандра и о том, что он пережил, добираясь в одиночку на помощь царю, он наградил Эллина за верность. Через некоторое время Деметрий вновь бежал и вновь был пойман. Царь в наказание подарил ему золотые игральные кости, по выражению Ястина в упрек за детское легкомыслие. Игральные кости подарок героя Паламеду Находясь в зените славы, Митридат умер в 137 году до нашей эры. Он создал огромную державу, раскинувшуюся, по мнению одного из античных авторов, от берегов Инда до берегов Ефрата. Даже если это и преувеличение, то ненамного. Все земли восточного Ирана отошли под власть царя царей. При нем Парфия из небольшого царства превратилась в мировую империю, а парфианская культура столкнулась с наследием великих цивилизаций античности. При нем зороастризм с культом обожествленных предков и особым вниманием к богу-покровителю самого царя Митре. Видимо, последняя редакция в зороастрийские гимны, посвященной Митре, Мехр-Яшт, вносилась как раз в его правление. Затем важность этого бога отразится на религиозных культах Востока Римской империи, породив Митраизм. При нем окончательно утвердится парфианский язык, известный благодаря многочисленным деловым архивам, как говорили античные авторы, наполовину язык Мидийский, наполовину Скифский. Действительно, в парфянском языке много степных восточноиранских слов, но основа его древний язык Мидии, а также многочисленное заимствование из греческого и арамейского. С обретением языка цивилизация смогла говорить о себе. Царский культ и письменная традиция родила литературу, к сожалению, почти полностью утраченную сейчас. Ловко сплетая эллинистические и иранские мотивы, парфянские авторы создали несколько расхожих сюжетов, полюбившихся романистам Средиземноморья. Митридат оставил своему сыну Фраату Второму тяжелое наследство. С востока наступала гроза, новые волны кочевых племен готовые были обрушиться на парфянские рубежи. Многочисленные покоренные династии в Персии и Месопотамии не собирались расставаться со своей независимостью, войны было не избежать. Раздробленная и ослабленная Селивкидская империя все еще представляла смертельную опасность молодой державе, а далеко на западе восходила слава Великого Рима, встреча с которым определит ход мировой истории. Субтитры создавал DimaTorzok